Девушки отдыхают Сегодня у нас три жениха Виталий, Андрей, Анатолий А невеста у нас Ирина Какая вы вся красивая Спасибо большое Ирина, 29 лет Тщательно подбирала кандидата На роль первого мужчины Но положительные отзывы и богатый опыт избранника Не спасли ее от разочарования Ирина администратор в медицинском центре Гордится разрядом мастера спорта по гимнастике Мечтает побывать в Индии и в Таиланде Предупреждает, что у нее аллергия на грецкие орехи Ирина не сможет довериться грубому футбольному болельщику Выйдет замуж за надежного образованного мужчину Со стабильным доходом Который любит детей и умеет договариваться Ирочка, что должно произойти было в сознании юного создания, чтобы самое первое, самое важное в жизни случилось не по любви, а по рекомендации? Наверное, сила возраста Сколько вам было? 11? 21 21 То есть уже было неприлично, да? Да Со стороны казалось совсем неприлично А до этого времени я была очень занята тем, что мне казалось более важным Насколько я люблю рыженьких, но это прям И прям размер, да? Ты посмотри, зеленая и рыжая, это вообще так сказывается, сочетается И вот вы решили устроить праздник под названием «Девственности бой» Я как раз в это время работала в летнем лагере с детьми, мне очень нравится эта работа И все это устроить, как не в лагере в летнем, конечно Да, конечно Вся атмосфера располагала к более свободному течению жизни, естественно И вот когда рыбки уснули в пруду, зайки заснули в саду Всех деток, когда я уложилась своими сказками спать, решила создать свою собственную сказку И подавшись рекомендациям, которые я очень много слышала от остальных коллег Про главного вожатого, наверное, да? Да, да, про старшего вожатого в лагере, да Такие легенды ходили замечательные, девушки намного младше меня Рекомендовали абсолютно спокойно Сказали, не разочаруешься Да, что согласно всем книжкам, которые я читала до этого Что и по первому опыту, как более опытный, как более статный А слово «любовь» вот как про этот опыт, вот слово «любовь» когда-нибудь прозвучало Что хорошо, когда по любви, тогда и все будет правильно А слово «замуж», что это с мужем надо делать, это вообще у вас в голове не укладывалось? Обязательно укладывалось, пока рядом был папа, я строго знала, что об этом даже думать не нужно Собственно, меня и не пускали даже и на свидание И вот она и не думала до 21 года Подвижная, живая, такая общительная очень И вы взяли сменную обувь, ночнушку, зубную щетку, наверное, да? Нет, я готовилась по списку молодых девушек с кофем, легким алкоголем и красивым платьем, нарядом Пошла к нему? Ну да, естественно, не сразу пошла, а предварительно подготовив почву А он знал, зачем пришла? Вы его как-то намеками или там, хотя спросили разрешение, может, у него любовь, девушка Или он был такой скорой помощью, всем помогал? Я думаю, что он как раз был скорой помощью, но я предварительно подготавливала почву легким флиртом и не один день, естественно Благо смена длинная Да, и вот вы к нему приходите? Да, я к нему пришла, собственно, было и кофе, был и легкий алкоголь, а вот всего остального уже не было Почему? Умер Кстати, очень точное замечание соответствует тому, что произошло, да, он, собственно, умер по всем фронтам Но если вдруг произошло как-то так, главное, чтобы не было насилия, да, главное, чтобы было как-то по взаимному согласию В общем, его резюме оказалось фальшивым, и он сорокалетний дядька облажался Да, к сожалению И через два года с ним же произошло? Нет, что вы, конечно, нет, к тому времени у меня уже волновали другие интересы И это было именно по эмоциям, по чувствам, да Как хорошо По первой, да Причем любовь была действительно первая, это был мой одноклассник и первый сосед по партии Ну вы ему тоже объяснили, что уже больше не в моготу вот это мучиться Я честно ему сказала, да, предупредила, собственно, предлагала ему не брать на себя такую ответственность Но он взял? Ну, как оказалось, что он как раз очень даже опытил У нее только одна первая любовь была, то есть она не испорчена отношениями, можно так сказать, да? Ну, на самом деле это отлично Хорошо, а в чем трудность отношений была вот уже с этим? В его образе жизни и отношениях к жизни Он был довольно сильным ребенком и не хотел меняться Вплоть до того момента, пока я не сказала, что я не готова жить дальше Что значит сильный ребенок? Именно ребенок, то есть он не хотел взрослеть А сильный тогда при чем здесь? А в том смысле, что он отталкивал все новое, все, что касалось взросления, даже элементарные вопросы одежды Ну, Питер Пен такой Да, абсолютно, я даже волосы стричь не хотела А вы его любили? Ну, надеюсь, что нет Если честно, я не очень понимаю, что это То есть никогда вам голову не теряли от любви? К сожалению Хорошо, а вот, может быть, литературные герои Или какие-то отношения, модели отношений к какому-то фильма Или романы, я не знаю, стихотворения, песни Вот идеал для вас У тебя же есть какая-то известная пара Для меня идеал, если честно, в работе с детьми я много читаю сказок, но и в жизни я их очень люблю И свои идеалы как чувственности я приносила произведение Ганса Христиана Андерсона «Русалочка» А «Русалочка» и «Снегурочка» нет ничего более трагического Наверное, да Ну, вот произвела очень сильное впечатление Ну, давайте мы просто этого, я вам не буду желать, хорошо? Ну, это неудивительно, потому что у неё Венера с Марсом в деве Она человек, который ищет, как ни странно, девственных, чистых отношений Только увидев в человеке чистую душу, правильно? Она готова с ним вступить в отношения Но одновременно важно оценивать реалии жизни, чтобы хорошие сказок привнести в жизнь И жизнь делать благодаря сказкам лучше Такой незамысловатый у вас опыт А из какой вы семьи, расскажите? Вот мама-то сидит Ну, я из большой многодетной семьи Вы какой ребёнок по счёту? Пятый Я вот знаю, что есть такая поговорка у женщин Особенно мы в сердцах можем сказать Я не на помойке себя нашла, между прочим То у вас с этим что-то такое связано как раз с помойкой Да, это вот мамуля может рассказать Можешь, мамочка? Ириночка, расскажите, что там? Ну что, я ждала пятого ребёнка Начались схватки Я говорю ему уже, пойдём, чтобы детей не поднимать Будем ждать скоро на улице Дошла до голодома, и тут же я её родила Благо шли незнакомые люди Был дождь со снегом, это была ночь Полвторого ночи Дождь со снегом идёт И я лежу Прям напротив помойки? Да, напротив помойки я лежу А у нас есть, кстати, видео Видео этой самой помойки Да, давайте по следам боевой славы Это мой родной район А это мой дом Здесь одно памятное место Рождающие легенды нашей семьи Я не случайно показала в эту сторону Видите, у нас есть яркий ориентир За столько лет он тоже не поменялся Ну, только цвет разве что А это место моего рождения Очень точное, выверенное И моему папе удалось быть Одному из немногих первых мужчин Советского времени Поприсутствующего в народах Своей жены И вместе с нами, конечно, это знали Все соседи Помнят, конечно, часто напоминают В особо яркие споры с братьями Мы так и не пришли к консенсусу То ли меня не донесли до помойки То ли принесли оттуда И поэтому мама часто называет меня Помойный ребенок Когда-нибудь Это, наверное, станет легендой И моих детей Правда, это здорово Стать точное место своего рождения Нет, все-таки Выражение «я себя не на помойке нашла» Не про вас Спасибо большое Да? Да, я шучу, конечно Вам 29 лет Вы выглядите очень молодо Потому что, наверное, на самом деле Любимая девочка И в честь мамы назвали А папа где? Умер Давно? 15 лет Одна тянула Ну, они уже были большие Четыре, мне было 18 Прекрасная девушка У нее большая семья Она очень развита Легкая, свободная Ненавязчивая А что вы все время Вы же как-то стесняетесь Что вы так молодо выглядите Какие-то ухищрения бы придумывали? Напротив Я, наоборот, это старалась во всю использовать И сейчас в моей работе с детьми Это очень помогает А вы кем работаете? Вообще я работаю администратором Медицинского центра Медицинского центра Да, работаю Центральной поликлиники РЖД А детки? Я работаю аниматором И няней-воспитателем по выходным Значит, ты со своими детьми сможешь справиться Еще раз подчеркиваю Она будет прекрасной мамой А вот, кстати, что у вас за интересная схема свиданий? Ну, схема свиданий, в общем, отчасти навязана какими-то женскими журналами Отчасти требованиями семьи Сестры и мамы, ее влияние Это вроде того, что пришел без цветов Значит, жадный Значит, исходя из этого, мы уже не делаем длинное свидание Можешь сразу сокращать время Дальше выбираем с учетом нашего времени Естественно, куда бы ни пригласил Разделить счета Я считаю, что это нормально и приемлемо разделить счета Это первая встреча, не факт, что вы свяжетесь И парни соглашаются? Некоторые соглашаются А это не жадность? Это вообще не воспитанность? Это не воспитанность Нет, с цветами, значит, если цветы он просто забыл А до этого 10 девушек до вас У них аллергия была на цветы А он на 11 пришел Значит, все делит его Но при этом разделить счета В общем, не делить Программа И всегда оставляем шанс подарить цветы в конце Я тоже считаю, что прийти на свидание хотя бы с одной розой Это правильно Спасибо Тогда просто Но при этом разделить счета Разделить счета Предложить на первом свидании Это Это проверка Очень современно Почему? Проверка Тогда не удивляйте, что вам, извините, мужчины Ни денег не дают Если на третьем свидании Если на третьем свидании Это уже стоит об этом задуматься А когда На первом свидании Он вам сунет деньги на такси И на себе купи что-нибудь Мне кажется, это отвратительно Ужасно Это неправильно Грубо, да Ну на такси, пожалуйста Это естественно А на купи себе Это, конечно, отвратительно Такси в лучшем случае сам должен проводить А как вы ведете себя, если вам мужчин понравился? Ну, если честно, мне искренне понравились не так много мужчин Я всячески отказывалась от второго свидания в последний момент Мне сейчас за это стыдно Почему? Ну, не знаю Я очень волновалась И мне боялась, что Мне казалось, что Если я узнаю их получше И их отношения Как бы раскроются Они себя побольше И это не будет соответствовать Вы разочаруетесь Моему представлению Да, я разочаруюсь очень сильно Да Или если я их разочарую Это было бы еще хуже Чего боитесь больше всего, Ирина? Не понравится? Она на самом деле Не углубляется глубоко В отношения Потому что она их боится Детей хотите? Очень Как скоро? Ну, то есть, как все сложится Вы не будете говорить Нет, до 25 Я считаю, что это решение нужно принимать Внутри семьи И, соответственно, вдвоем Ни в коем случае одной Детка, если он вам скажет Лет семь Подождать еще Вы готовы? Что ей, когда тебя мужчина скажет? Значит, я неправильного мужчину себе выбрала Мне надо менять Это все опять обтекающие ответы Вы внутренне готовы уже к деткам? Нет, не готова Я старалась не позволять себе задумываться об этом Ирина Вас смущает Заставляет грустить тот факт, что дочка младшая не замужем Или вы относитесь к этому? Ну и что такого? Боже, у нее все еще впереди Нет, я, конечно, хотела, чтобы она нашла свою половинку Так как я прожила с мужем 26 лет Я нисколько не жалею Поэтому тоже хочется, чтобы она просто нашла Вот когда вы сегодня собирались на программу Что вы ей советовали? На что обращать в первую очередь? Как сердце подскажет Да ну ладно вам сердце Какие проблемы у Ирины? Как вы считаете? Что у нее не так? Что с характером? Мне кажется, это завышенная самооценка Ой, какая вы хорошая мама и правильная Да? Очень точно Не правда, наоборот Заниженная самооценка ниже плинтуса просто Какая завышенная Если она, ей нравится мужчина И она как завышенная самооценка Наоборот, не даже не бояться И идти на второе свидание А она сразу все крест на этом ставит Только комплексы Только заниженная самооценка Алло На самом деле, знаете Человек, так сказать, разноплановый Потому что желание получить сразу все И хорошего мужа, и чистого, и умного, и состоятельного Оно есть, да? Но человек импульсивный эмоционально И зачастую останавливаете свои импульсы благодаря голове Вы очень взвешиваете все свои решения Да, я стараюсь Но самое большое противоречие при этом заключается в том, что вы часто мужчин для брака и отношений настоящих выбираете именно больших детей Ну и может быть вы с таким большим ребенком и найдете счастье Пусть воспитывает его Да, такой будет филипок Да, потому что творческий подход именно к браку здесь есть И по схеме она вам поможет быть любимой Вот кто вас будет любить, кто вас будет замуж звать Даже если он вам не особо, ну 50 на 50, скажем так Выходите, потом полюбите Хочу на ней жениться Давай Мы на свадьбе всегда за погулять Проходите, знакомьтесь Привет, Ира Здравствуйте Очень приятно На самом деле Ты вживую намного прекрасней И этот букет роз для такой прекрасной дамы, как ты Я очень рад тебя здесь видеть На самом деле, они очень колючие Хотелось бы донести вместо тебя на место И хочу тебя всегда охранять от этих уколов От этих шипов роз До последних своих дней Только от этих или от остальных? От всех Пока 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 Виталий 30 лет В прошлом сотрудник Центра социальной адаптации для бездомных граждан Сейчас работает медбратом в психоневрологическом интернате Гордится своими родителями Мечтает сняться в военно-патриотической картине и открыть свой бизнес Предупреждает, что не терпит сквернословия Виталий на эмоциях сделал возлюбленное предложение руки и сердца Но уже через полгода стал испытывать к ней личную неприязнь Надеется, что Ирина его не разочарует У вас прямо как у невесты Дарите, дарите цветы кому-то Я на самом деле хочу подарить цветы и вам Очень счастлив Видит вас все Очень прекрасно Виталий, на будущее Пожалуйста, всегда срезайте шипы, потому что это невозможно Сколько бы минут вы не объясняли, что вы будете защищать от шипов Просто взять, нужно и щипы убрать Потому что эти цветы в руки взять невозможно Это неправильно Это ваше упущение Наверное, редко дарите Они похожи, они энергетически похожи очень Самое главное, чтобы она раскрылась Потому что Виталий открыт У вас так же, как у нашей Ирочки Она, правда, пошла без любви отдаваться На эмоциях, а вы на эмоциях повели женщину в ЗАГС Возможно, просто хотел поиграть в семью Но на тот момент очень хотелось семьи, очень хотелось детей Вот, и встретил, была сильная любовь А она уже была с готовеньким ребеночком Да, девочке было два годика И, ну... Почему она обвинила вас в тирании, Виталий? Были такие моменты, когда ребенок не хотел уйти домой Но в два годика, ну, естественно, что-то не слушается По попке раз, ну, хлопнул, да И в один прекрасный день, когда они уезжали на дачу Отдыхать без меня, так, подружками, так скажем Ребенок изъявил желание не ехать обратно Потому что папа бьет Она меня папой называла уже А ребенка не заставить врать, тем более двухлетнего Если он боится, значит, имело место быть А потом, как можно двухлетнего ребенка? Он же совсем кроха даже по попке бить За что? Что он такого мог сделать? Ну, я на самом деле мужчина Я не могу сильно ударить, да Для меня, в принципе, правила такие, что женщину нельзя бить Никак нельзя Значит, сейчас я вам скажу, а вы запомните на всю жизнь, да? Никогда нельзя поднимать ни руку, ни ремень, ничего другого на ребенка Ни в шутку, ни тихо, ни это Я думаю, что, если бы вы просто один раз по попе дочку потихонечку С ней бы такого не случилось Я думаю, что вы практиковали А как тогда воспитывать ребенка? Агрессию А вас били в семье? Ну, ремень я получал тоже Просто зарубить себе эту носу в ваших будущих отношениях С собственными детьми, с приемными Если у вас не хватает доводов, слов, значит, вы дебил Просто, и вам никогда нельзя жениться и заводить собственных детей Правда, правда? Потому что слово, оно имеет такой вес, что там ремень Ну, неправильно немножко суждение Потому что у меня такое представление, что я прям такой злой прихожу и беру там Если вас двухлетняя девочка боялась и не хотела идти домой Двухлетняя, которая только еще начинала разговаривать, ребенка не обманешь Нет, ну извините, пожалуйста, тоже тираном не выставляйте брата моего Потому что двухлетний ребенок, он все-таки способен фантазировать Вот, и то, что где-то там что-то, ну, там, может быть, да, и ударил, да Это, естественно, не сил было, и это он вообще не имеет привычки бить Я как сестру, я вас как сестру понимаю, вы будете защищать Ребенок двухлетний может фантазировать, но не врать двухлетний Это девятилетний уже может приврать, чтобы расстались мамы с отчимом А двухлетний ребенок не будет, что вы мне хотите убить? Нет, не убедите Нет, просто пока не поздно, Виталий, забудьте это И забудьте свой детский опыт Это ничего не дает А я не против, я не жалею это, я наоборот только за Ну а то, что он поднимал руку на ребенка, это, соответственно, некрасиво Это, значит, он не знает, что своим гневом делать Вам нравится, Ирина? Безумно, я уже говорил, что на самом деле А жизнь где будете? Ну а пока съемная квартира, но для того и мужчина, чтобы создать очаг А вы готовы на съемную? Совместными усилиями, мне кажется, преодолеть можно все, если есть к чему стремиться Ну то есть вы готовы на съемную? Да, конечно Скажите, любая работа, любая профессия дает такой отпечаток на характере и на душе Вы работаете в психоневрологическом диспансере, да? Да Вы медбрат и? Сейчас я уже исполняющий обязанности старшего медбрата Скажите, а домой приносите какую-то такую взнервленность, озабоченность? Я позитивный человек, в принципе Скажите, а работа с нездоровыми людьми не сделала вас жестокосердным? Нет, наоборот, там достаточно много милосердия Потому что работа, у меня был такой случай, когда в бытность социального работника мне приходилось сопровождать до пункта назначения, так скажем Домой отвозил девочку, которая попала в сложную жизненную ситуацию в Москве, приехала после аварии И я ездил с ней на поезде, то есть я ее кормил, переодевал, то есть менял памперсы Ну, в больнице с реанимацией, она была с реанимацией девочкой, 18 лет было ей Вот, на самом деле очень тяжело и очень, ну, трогательно Мне кажется, работа врача, она требует всегда любви к людям Чтобы своей убежденностью в хорошем результате сделать хороший результат выздоровления любому человеку У вас есть три бонуса, свидание наедине, семейная традиция и скелет в шкафе Я бы хотела узнать семейную традицию Конечно Каждый год в сентябре мы собираемся большой семьей, так как у меня большая семья И ездим на картошку, как раньше было в советское время заведено Ездили копали картошку Очень красиво будет, Ирина, смотреться Конечно, я имею такой опыт Это меня как раз не напугает абсолютно Даже наоборот, мне приятно, что он поддерживает семейные отношения и традиции И есть сюрприз? Конечно, я очень подготовился, потому что, видев на фотографии Ирину, ну, что-то екнуло Надеюсь, что это екнуло Удивляйте, проходите, удивляйте Спасибо Ирина Я бы хотел пригласить на сцену Так как я медик, я бы хотел, чтобы на самом деле Ирина была моей медсестричкой Медсестричкой моего сердца Ролевые игры начали У меня на работе халаты фиолетовые Спасибо 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 Стой Ну, моя девушка Ирочка, я надеюсь, что ты мне поможешь на самом деле Я прошу тебя потанцевать Пойдем Можно поактивнее Это Я Ох Не Я Я Да Я Я Я Я Ну, Я до Я Ой-го, зажмурю я или левый, лишь она стоит в калате кипела. Веселые, хорошие ребята. Он поет, она тоже творческая. У них хороший потенциал движения вперед. С совместным уже. Медсестричка, медсестричка, под косынкой вне косички. Все в порядке, все отлично, кровь и счастье в жизни уличной. Медсестричка, 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 меддевчонки симпатичны. Не лечи меня, не надо, просто будь со мною рядом. Я! Молодец! Родственнички! Да-да-да, проходите в комнату. Что скажете? Хороший мальчик. Какой мальчик? Хороший, хороший мальчик, добрый мальчик. Ну все, ты их точно поразил. Я рада за ту женщину, которая с ним рассталась и не дала из ребенка вырасти психопатичку. Главное, чтобы он в дальнейшем был способен на компромисс и понять ошибку. Да нет! Да, вот мне тоже показалось, что когда вы сделали ему замечание, что возможно нужно, что он должен. Понимаете, просто для нашей средней полосы России, вот так именно воспитывать детей, это считается нормой. Мы агрессивные, злобные, нервные, и все должно быть по-нашему. А если не слушать, я сейчас посмотрю, где у нас ремень. Давайте меняться просто уже. Давайте начнем договариваться хотя бы со своими собственными детьми. Если мы сейчас будем его учить, уже его родители должны учить, а не мы, мы уже можем высказать свою точку зрения. Не надо, сейчас ты и девушка оправдалась. Она слушает тебя, а более авторитетно и может не выйти замуж. Выходи, хороший пацан. Ирочка, никогда в своих следующих отношениях, если у вас будет, или служится с Виталем, никогда просто следите за этим и все. Ну, Лариса чуть-чуть нас не поняла, конечно, что мы хотели донести. Она из меня сделала такого монстра. Сурового мужика. В первую очередь хочу сказать, что у них одинаковый менталитет. Они одинаково мыслят, и у них взгляды на жизнь и установки одни и те же. На нее, в принципе, похожи внешне. Плюс ко всему, как вам требуется, вот, ребенок, да, с которым можно играть и меняться, и менять что-то. Вот точно так же у него в браке отношение к женщине, которая с ним будет, это не только братский, но что-то такое вот с какой-то изюминкой, язвинкой, понимаете, должен быть человек. И, конечно, ему нужна и мать, и сестра в браке. Я большой ребенок на самом деле. И, надеюсь, Ирина будет вот той, единственной. Проходите, знакомьтесь с женихом. Привет, Ирочка. Здравствуйте. Как жизнь? Хорошо. Хорошо. Прекрасно выглядишь. Спасибо. Такая симпатичная. Большое спасибо. Большая умница. Спасибо, проходите. Андрей, 40 лет. Хореограф. Мечтает открыть сеть танцевальных студий. Гордится тем, что самостоятельно вылечил три межпозвоночные грыжи. Признается, что не знает своих корней. Андрей 10 лет посвятил женщине, которая его не любила. Когда понял, что устал жить без взаимности, ушел навсегда. Надеется, что Ирина оправдает его ожидания. Андрей, а что это значит, вы не знаете своих корней? Знаете, как получилось? Я не знаю, где своих родителей кровных. У меня были родители, но когда я узнал о том, что они не являются моими кровными родителями, я не поменял к ним точки зрения. То есть я также их люблю. Хорошо, когда людям удается подарить приемным детям ласку и заботу, которая позволяет им стать потом хорошими людьми. В семье всего хватало, я имею в виду эмоционально, любви, заботы, нежности? Нет, не хватало. Поэтому, когда начались ваши взрослые отношения с женщиной, с которой вы прожили 10 лет, аж 10 лет, вы считаете, что она вас не любила? Дело в том, что до этой женщины была еще одна женщина, с которой мы даже поженились. Получилось так, что я за ней очень долго ухаживал. И это была моя первая любовь, такая детская, школьная. Человек меня поддерживал полностью. И в творчестве, когда я начал заниматься творчеством уже в такой зрелый возраст. Скажите, а почему детей не родилось? Отношения не сложились ни в первом, ни во втором случае. Вас не научили любить. Ну, я не знаю, что за причина была? Все, что касается любви, я начал понимать достаточно поздно. Понимаете? Потому что в детстве не заложили, в основном это было уважение, а со словом «любовь» вообще никогда ничего не говорили. Я вас понимаю, да. Поэтому вот эта чувственная сторона, нежность, внимание, забота. Вы просто не знали, что это такое, да? А женщины, наверное, от вас требовали. В основном это проявлялось все-таки в каком-то сердечном позыве. То есть я понимал, что вот нужна какая-то нежность. Как ее аккумулировать, я не знал. Но я находил. А кто больше нуждался вот в этой нежности? Вы или ваши женщины? Вы знаете, и женщины такие попадались, что не особо они в нежности нуждались. Вот я, например, вообще не понимаю, управляясь в Мосяйске, вот это вообще ничего. Меня раздражает скорее. Вот просто у меня отторжение физиологическое, неприязнь к этим всем пустым лоскошкам, понимаете? А есть женщины, которые без этого не могут жить. Поэтому нужно найти свою и договориться. Для этого изберег. Вот вы какая? Скорее та, которой это нужно. Которые вот эти вот пупуйские, мумуйские. Ну не совсем пупуйские. Энджимонервные. Вам это нужно? Да. А вам? Я романтический. Вы романтичный. То есть вы вот эту всю эту гадость любите, да? Мое понятие о романтике, оно связано с моим творчеством. Я танцую, и если бы я был не романтический, я бы никогда не импровизировал. А цветочки где? Цветочки? Романтик. Но дело в том, что цветы, которые срезают, они уже не цветы, понимаете? Ага. Угу. Значит, ну а что это по тесту, по-нашему, жадные, да? Вы в категории жадные. А теперь давайте про жилье, про ваше. Я так поняла, что одной пусеньке вы уже подарили квартиру. Что сейчас у вас? Это был совместный проект. Не, ну понятно. У вас сейчас что, съемная квартира? Ну вы знаете, я живу в Москве достаточно долго уже. И в Москве я пока еще не заимел квартиры. Он даже не смотрит, мне кажется, на Ирину. Он куда-то вот, он хочет пролетать. Он, наверное, не ожидал, что она будет такая. Вам 40 лет, детей нет. Почему? Потому что не пришлось пока. Ну со здоровьем все в порядке. А вот как раз неизвестно, порядки или нет. Две женщины у нее, он 10 лет прожила, не было. Или аборты делала? Нет, ничего. Такой ужас. Просто сегодня все соображают про контрацепцию. Правильно все? Товарочка, а вот там у нас девчонка все-таки уже завтра вчера. Надо рожать-то было. Вот по гороскопам там видно, бесплоден, не бесплоден. Или бежать надо уже проверяться, в принципе, вчера. Ну, в принципе. Есть там предрасположенность у него? Если это ваша карта рождения, потому что я подозреваю, что вы родились в несколько другой день, в отличие от того. И даже не в том месте, да, в котором вам сказали. Меня сложно, конечно, рассчитать, честно вам скажу, потому что у меня нет года рождения. Вернее, год рождения есть, нет числа, часа, часа, часа. А месяц, день? Месяц, день тоже приблизительные вещи. Ну, приблизительные. Хорошо. Просто вот мне интересно, вас подкинули ночью или днем? Ночью. Ночью. То есть это было глубокой ночью. И на самом деле, мне кажется, что просто очень было бы найти людей, потому что в таких местах всегда известно, кто был беременным. Понимаете? А есть желание, Андрея? Больше того, я даже подозреваю, что женщина, которая вас родила, она существовала где-то рядом. Разно. Вы знаете, вот это светлая женщина, у нее светлые волосы, светлые глаза. Блондинка, правда? Вы человек трассаж, что ли? Очень симпатичная. Очень симпатичная. Не толстая. Обаятельная. Но отец не был... За. И плюс ко всему, он не был отцом. Вот мужем, я имею в виду, законный. Не созрел? Законным, может быть, не был мужем. Законным не был? Не был. А он вообще знал о том, что я рожду? Вот, мне кажется, все-таки он был в курсе. Скажите, а вы нашли эту женщину, которую вы родили сейчас? Тамара, извини. Я не сказал. Соглашаетесь с тем, что описывает Тамара и говорите, да-да. Вы знаете, кто ваше биологическое мастерство? Дело в том, что я начал поиски внутри себя. Ну, такая сложная ситуация у него, да. Можно оперонизировать, сказать, что тоже родили его около... Останской Натской башни и подкинули... Это единственная схожесть с Ириной, и все. Больше никаких нет у них каких-то состылковых. У вас осталось два бонуса. Свидание наедине и скелет в шкафу. Что вы выберете? Скелет в шкафу. Ой, уже столько скелетов, аж страшно. А вы еще хотите? Насторажен, что он один. А, так у него и нет никаких скелетов. Ну, и, собственно, с ним никого нет. Покажете сюрприз? Конечно. Пожалуйста. Мама будет рада такому танцору в семье? Мне кажется, но вряд ли. А, так у него будет... Ирина Раиса Очень сложно сказать, не могу оценить его Но он человек творческий Как вам? Нет. Почему? Не знаю А вам сколько, Ирочка, лет? Мне? Да Сегодня 59 с половиной Поздравляем! Спасибо! О, вы слышали, у моей будущей тёщи День рождения на самом деле нужен подарок И я на самом деле исчезаю за подарком Молодец! Хорошая идея! Давай-давай! Тёща надо подкатить хорошо А что вы скажете, Ириночка? Загадочный молодой человек И закрытый для меня Все адаптированные дети По определению Не могут быть с лёгкой судьбой Понятной для нас Просты в общении Прелестны, нежны и так далее Они травмированы с самого рождения Чего мы хотим? Отогреть, отласкать, приласкать Прижать Создать условия, чтобы он ничего не боялся Чтобы он не нервничал Если вашей энергии хватит на вас двоих То всё может быть, всё хорошо Он маленький, испуганный 40-летний мальчик Он не знает, кто он, откуда он, для чего он Поэтому ищет Отсюда танцы Отсюда 40-летний с добавлением Квартиры нет Профессии толковой нет С детьми ещё вопрос проверять надо Понимаешь? Не тяжеловато ли, девчонки-то? Понравилось всё, что происходило Даже несмотря на то, что Роза пыталась Очень серьёзно это всё в свою сторону Быстрее Тамара Я думаю, что несмотря на всю свою закрытость И поиск Это человек, который способен Действительно во второй половине жизни Себя реализовать Может быть, вам будет сложно Увидеть в нём то, что вам надо Потому что у вас конкретные материальные требования к мужчине Я имею в виду и в реалиях жизненных И в отношениях личных И в финансовых тоже Правильно? Потому что вы девушка из простой семьи Вы сами простая Вам вот эти вот экзерсисы ни к чему Так что... И цветы не принёс Ну ладно Делит Но у нас ещё есть один жених Знакомьтесь Добрый день Добрый день Знаешь, говорят Любовь спасёт мир Давай с кем бы не сложилась у нас любовь А лучше, чтобы она как можно раньше сложилась Сделаем этот мир чуточку лучше А лучше, намного лучше И пойдём, продолжим разговор дальше Анатолий, 34 года Владелец интернет-магазина По продаже спортивной атрибутики И предметов интерьера Гордится тем, что основал благотворительную компанию Мечтает оставить свой след в истории Предупреждает, что у него слишком мягкий характер Чтобы предостеречь Анатолия от женихбы Его друг собрал компромат на его будущую жену Этот факт не помешал состояться свадьбе Но помог решиться на развод Надеется, что у Ирины нет скелетов в шкафу Анатолий, что за компромат собрал ваш друг на вашу будущую жену? Давайте я вам расскажу немножко про историю Как ситуация откладывалась Может быть, воды человеку дадите? Он волнуется Да нет, нормально, все Да ладно, попить водички Чайку уже попил Складывались хорошие отношения с девушкой Все было замечательно Вдруг в какой-то момент В электронной сети, в интернете Появляется сайт с какой-то неприятной информацией Я возмутился Позвонил администрации портала, где был размещен сайт Они убрали сайт А какого рода-то неприятность? Какой-то был такой тревожный звонок Что о ней было там написано, сказано? Измена что? Или воровка? Сделали такой же сайт, как был у нее С таким же дизайном Но представили там других девушек Легкого поведения И как будто бы это она А на самом деле она была очень спокойной домашней девушкой Работающая Совершенно простая Совершенно простой работой занимавшаяся Послушайте, ну мало ли кто где работал Кто кого любил С вами же она была искренна? Да В самом-то и дело А друг этот остался вашим другом? Зачем ему нужно было? Да, знакомый остался другом Дело в том, что он действовал из хороших побуждений Более того, моя девушка осталась тоже моим другом Ну, с которым мы были женаты потом Может, это был бы друг просто вам позавидовал? Вот сейчас я чуть дальше об этом расскажу Друг не завидовал Друг, он выполнял свою работу Он представитель спецслужбы ФСБ, да? А девушка работала на заводе вахтершей? Ну, девушка работала в подъезде до того вахтерши До того, как мы познакомились Но Анатолий и Ирина У Анатолия своих комплексов очень много Если они соединятся и будут чистить друг друга Это будет очень круто Кому интересна девушка, которая работает вахтершей Чтобы ей так заинтересовались ФСБ И на нее какое-то досье Я бы так сказал, что А зачем вам это нужно? Интересен был для окружающих ее мужчинам Поскольку Вы? Да, я стал одновременно основателем Службы общей информационной безопасности Которая большую роль уже на этом этапе выполняет в обществе То есть рядом с вами не должно было быть других женщин? Ее убрали? Нет, в том-то и дело, что у меня должны быть хорошие отношения с девушкой И у нас были хорошие отношения очень и могли сложиться Сколько вы с ней прожили? Вы же все-таки пожените на ней До свадьбы жили почти три года вместе А во время брака? Ну, после брака мы несколько месяцев успели вместе пожить Дело в том, что вот эта ситуация натянула отношения Анатолий, сейчас можно, пока я вас не убила Просто своими словами Вот знаете, как вот бабушкам пересказывают фильм «Война и мир» своими словами Кто, короче, на ком женился Кто от кого сделал аборт Кто кого убил в конце Кто с кем остался Давайте будем больше говорить о хорошем Дело в том, что я все равно своего друга сказал Нет, давайте больше о хорошем будете говорить со своей мамой И со своими друзьями Со мной не надо ни о хорошем, ни о плохом Мне просто нужен вот скелет Скажите, как было все на самом деле? Вот я вам и говорю Глоголик Я вам и говорю, на самом деле девушка очень хорошая С хорошими отношениями И у нас хорошие складывались отношения Но Дело в том, что подобные компроматы существуют практически на любого Мне неинтересно Потому что людям интересно компромат про меня узнать Понимаете? А про вашу вахтершу неинтересно Поэтому давайте про вашу девушку Они в общем Так вот, в том-то и дело Что многие слышали, да? Что там иногда управляют там Давайте про вас Вы про бабаи мне рассказываете Поведением людей Страшного бабайку, который придет Так я вам рассказываю Я вам как раз рассказываю Историю из опыта Ой, что-то Витальки долго нету Какой ужас Ну, может выбирает Ой, наверное, он веститочный магазин Хочется купить для мамы Почему вы расстались со своей женой? Возникли сложности некоторые Которые сказались в быту Да, и в какой-то момент Например Она хранила лифчики в холодильнике Скажем так Утром она вместо сырников Давала вам лизнуть крем со своего лица Ну, смысл в том, что Что у вас конкретно? Не рассказывайте мне вот эти глупости Я их не могу больше слушать Почему вы женились Вопреки наговорам, наветам? Ну, потому что были чувства Более того, я знал, что девушка хорошая Какая разница? Вот если вам дают компромат на хорошего человека Не надо Пошлите подальше Этот компромат Есть еще причина, понимаете Существует Почему вы с ней развелись? Она вам наставила Вы знаете, что существуют важные программы Государственные Способствующие построению хороших отношений Между людьми Эта программа не называется Делай как мы Делай лучше нас И эта программа не называется Я электроник Называется Давай поженимся Почему вы развелись? Раз передача называется... Просто почему развелись? Раз передача называется «Давай поженимся», давайте поговорим о создании хороших отношений. Нет, это когда вы будете сидеть на моем месте, не приведи Господи, тогда вы будете говорить. Сейчас я вам задаю вопрос, почему вы развелись со своей женой? Дело в том, что она развелась, она от меня ушла, я ей всячески помогал. Я бы тоже с вами развелась, потому что это... Замените расстрелом вот этот ваш поток сознания, невозможно. Понимаете? Держите все в руках, но Антон говорит, ну правда. Ну пришли, перед вами такая деваха сидит, рыжая, клевая, статуэточка, замуж. Лариса, ну сейчас так получилось, что разговор у нас складывается с вами. И мы с вами разговариваем как бы на разных... Нет, со мной больше не надо. Да что вы, и с вами, боже. Нравится вам Ирочка? Юра очень хорошая девочка, да. Уболтайте, уболтайте ведь ее. Тоже в усмерть. Вам жена будет, ты, сынок Толян, хочешь пирожок с капустой или с картошкой? Понимаете, мама, если бы вот этот пирожок был с проводами вот оттуда, его бы выложили в интернет. Тогда вы, может быть, кого-то, ага-га-га-га-га-га, что? Я извиняюсь, в моей будущей свекрови вот такой небольшой подарок в день рождения. Молодец. Уже занят. Хорошая, спасибо. Ой, хорошая, мать. Он все время говорил, у меня хорошее отношение. Вы меня выводите все время на волну. Анатолий, Анатолий, подождите, 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 конкурс. А сколько вы на жену тратить будете? Я просто никак посчитать не могу. От вашей благотворительности? Ну, понимаете, смотрите, по деньгам, по деньгам. Тихо, по деньгам. Конечно, зависит и от дохода в разные месяцы. А где он живете? Ну, больше 100 тысяч рублей можно позволить. Но можно иногда и затянуть пояса потуже. Если надо хорошую, важную, интересную работу сделать, то иногда можно и на работу больше потратить, иногда на девушку больше потратить. Зависит, как ситуация происходит. Толя, вы москвич? Я в Москве живу, естественно. В квартире своя? Да, в отдельной квартире живу. Он, честно, очень сомневающийся в себе человек. Он очень в себе неуверенный. Как отдыхать любите? Ну, с девушкой, когда мы встречаемся, мы ходим и в боулинг поиграть, и в кино, и в театры. Более того, если девушке нравятся какие-то специфические интересы, но в пределах законодательства Российской Федерации, то мы всегда следуем ее интересам тоже. И скажите, хотите в политику? Ну, я хотел бы помочь нашим политикам. Более того, им требуется помощь, общество, тем, кто честно работает. Потому что их тоже хают компроматами. Правильно, правильно. А надо им помочь тем, кто честно работает. В комнате у вас остался один бонус на минуту. Больше минуты не задерживайтесь. Пожалуйста, проходите. А ему это надо? Привет еще раз. Привет. Очень не волновался? Ну да, я немножко волновался. Такая тема скользкая немножко. Чуть-чуть совсем? Да, немножко скользкая тема. Ну, почти незаметно совсем. Ну, хотелось сказать больше полезного, но сколько успел, надеюсь, что-то полезного сказал. Ну, в принципе, можно строить хорошие отношения друг с другом. Больше, если складываются пары, это хорошо отражается, и общество станет гораздо лучше. Ты пришел сказать о полезном для людей? Нет, я пришел познакомиться с девушкой, но одновременно, когда знакомишься с девушкой, хорошо сделать что-то полезного и для окружающих. Для себя. Бедные дети, да? Почему бедные? Ну, это нервное расстройство, потому что человек, который столько говорит, он... Да, да. Он очень волновался. У него даже руки трясутся, когда вот говорили. Ну, его просто немножко зациклилось так это. Ну, на самом деле, говорливых-то ребят здесь и первый наш мальчик, и второй, и третий. Вот, они у них у всех. Меркурий ярко выражен, и поэтому они будут очень много говорить. Представляешь, вот как пластинку завела, а надо своими делами заняться. Раз его завела, и вот он говорит. Нет, они же еще любят донести до тебя, и чтобы ты была внимательным слушателем. Попробуй отвлекись. Он же каждый пять минут будет говорить, ну-ка повтори, что я сейчас сказала. Вот это хуже. Но с другой стороны, он практически будет всегда говорить одно и то же, так что выучить это будет легко. Анатолий, а вы сразу на сюрприз. Что? Сразу на сюрприз. Показывайте, что вы приготовили. Какая-то шарашенная бедная девочка, что он с ней делал, а? Ну, я помогу немножко, подчеркну лишний раз важную социальную функцию передачи «Давай поженимся» и ее ведущих. Уже начинайте. Лариса Гузеева застенчива, нежна, прекрасна. Но если вдруг кто-то девушку обидит, еще нежнее ответит словом «красным». И так, что службы безопасности ликуют страстно, когда обидчики воспитаны надежно и прекрасно. Роза Себитова. То от природы кладезь такта, понимание. Но чтобы понять получше, хочет уделить внимание вопросами характера настолько пикантного, что не найти порой ответа подходящего, галантного. Но так завуалированно, порой слегка хихи, ха-ха, всех зарядит и бодростью, да и поднимет все, и силу духа. Стихи больше похожи на доклад какой-то. «Тамара Глоба. В современной ипостаси не совсем царица. Зато на составление гороскопа мастерица. Чтобы плохое все легко предотвращали, а чтоб хорошее добро активнее и быстрее осуществляли. А если на престол захочет возвратиться, легко, вот только на канале первым порезвиться, поправит карму зрителям во всей отчизне. И будут лучше всех друг другу относиться к окружающей среде и к жизни». «Спасибо, спасибо. Все, мы вас будем обсуждать, а вы пока проходите с вашей комнатой». «Приятный и для девушки, и для зрителей, и для ведущих». «Спасибо, проходите с вашей комнатой». «В общем, когда у него случился ремонт, девушка уехала к своим родителям, а когда он стал ее возвращать после ремонта к себе, она сказала «не, не хочу». Общий язык больше найти не смогли. «Что вы скажете, девочки, видите в своей семье?» «Ир, а вы?» «Я не знаю». «Ирочка, что там было в комнате?» «Мы выяснили, что из его речи узнали много полезного». «Например?» «Ну, когда я пойму, что узнала полезного, я скажу обязательно». «Роза». «Ой, девчонки, вас не поймешь, как говорится. Единственный жених, в отличие от двух, у которого Николана и двора нет, у него хорошее образование, квартира, бизнес, который деньги приносит. Ну, должны быть какие-то недостатки, в конце концов, у мужчины. Знаете, он у него, по крайней мере, на виду. Копаться не надо, поэтому очень рекомендую. Потом красавчик. «Девушка хорошая, приятная. Как вначале она показалась, хорошее, приятное, так и при встрече. А так, конечно, чтобы человека лучше узнать, надо больше пообщаться». «Девочки, давайте выбирать. Три жениха, Виталия, Андрея, Анатолий». «Я за Виталия». «Ирина, я тоже за Виталия». «Давай пять». «Правильно, ты столько сегодня все зарплаты угрохал, столько бабок подрядил». «Ну, не в этом же суть». «Роза». «Я за Анатолия». «Знаешь, Виталий все-таки из деревни, парень ушлый, быстро подсуетился, уж не знаю, где он эту вообще лампу взял, замуж из нашего реквизита, ну и что? Ушлый уж очень, но красивый. А вот Анатолий, как говорится, и замуж за него выйдешь, ну ничего, зато спокойно и жизнь проживешь. «А дочке бы своей пожелала бы такого мужа?» «А это я не дочку замуж выдавила». «Ну, правильно, не свое, не жалко». «Причем здесь не жалко, я хочу, чтобы она замуж вышла». Анатолий нет, как говорили раньше, замуж не напасть, как бы замужем не пропасть. Так вот, конечно, за Анатолием замуж-то и можно выйти, только жизни нельзя. А с Виталием очень хорошо монтируетесь. И то, что подсуетился, молодец, и уже мамку в щечку поцеловал, и лампочку ее принес, это неплохо. Это такая, да, такая вот провинциальность пробивная и так далее. Единственное, что помните, да, то, что его лупцевали в детстве, это не значит, что он должен лупцевать своих детей. Присмотритесь, поговорите, повбивайте ему, повнушайте. И в ЗАГС сразу. Тамара звезды рассудить. Физически Виталий подходит больше всего. Еще раз повторяю, у них одинаковый менталитет, одинаковый взгляд на жизнь и внутреннюю структуру. И про таких говорят прямо тютелька в тютельку. Прямо без сучка, без задоринки. Но у вас свое сердце, свой выбор, поэтому мы в любом случае вас поддержим. Проходите. Если тебе 40, а ты говоришь 30... Значит, девушке какие-то, может быть, проблемы. Да, может быть. Появленный возраст не является настоящим возрастом. Потом для жениха будет, извините, он ребеночка захочет, а у нас уже не нетородный возраст. Предлагаю всем выйти из комнат и поддержать Ирину. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ирочка. АПЛОДИСМЕНТЫ Рада снова увидеться. Я, честно, очень рад. Мы рады. Да, правда. Она, честно говоря, очень покорила близость с сестрой. У нас есть пара Ирина и Виталий. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, Пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Кузьева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. Меня зовут Маша, мне 24 года, я работаю главным дизайнером в рекламном мандиле. Если ты веселый, умный, активный и добрый, я буду рада тебя встретить. Пиши. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте свои отклики с их номерами.